Это первые ласточки проекта «Спросим старших о войне». Они прилетели во Владивосток из Красноармейского района, Черниговки и несколько из Артёма. Пока писем 20. Их содержание библиотекари называют не иначе, как документальными рассказами. Их авторы – дети, правнуки и правнучки Великой Победы. Любая война – это всегда очень страшно. К счастью, я не испытала ужасов войны. Я знаю о войне только из фильмов и рассказов взрослых. Мой прадедушка Соколов Марк Яковлевич, 1906 года рождения, был призван в Красную армию. В феврале 1945 года Марк Яковлевич вместе со своей армией дошел до границ Польши. Семейно в альбоме моих родителей хранятся черно-белые фотографии моих родственников. Именно они оставили нам в наследство самое дорогое родину. Это святое наследие должно перейти в надежные руки. Сохранить связь между поколениями, что сейчас может быть важнее. Спасибо воинам, героям, что родину спасли мою. За годы мира и покоя перед ними голову склоню. В этих письмах семейные хроники приморцев. Это странички и летописи Великой Отечественной войны. Это история страны. Это память, которая передается из поколения в поколение. Мы очень рады, что выполняется одно из условий нашего проекта. Фотографии присылают. Фотографии фронтовиков. И в молодости, и уже в таком солидном возрасте. И в кругу семьи. Ребята это знают, значит, это хранится в семье, что самое главное. Идея собрать личные истории – проект библиотеки при поддержке администрации Края. Итогом станут диски газета со всеми присланными рассказами. Тираж будет большой. Часть разошлют по библиотекам Приморья, а часть отправят юным авторам. Вот это письмо в библиотеку пришло только сегодня от Димы Нестеренко из села Черниговки. Мальчик назвал свой рассказ «Тюльпаны для прадедушки» и заканчивает он его следующими словами. «Скоро май, еще под снегом полевые цветы, но тюльпаны скоро зацветут. Букет их красных, как кровь тюльпанов, мы каждый год кладем на скромную могилу. В память о моем прадеде и о тех, кому мы обязаны жизнью». Присылать письма-рассказы о великих прадедушках и прабабушках стоит до 31 марта в Приморскую краевую детскую библиотеку. Почтовый адрес, проспект Столетия Владивостока, 48, электронные, победа, собака, pkdb.net. С пометкой «Участие в проекте. Спросим старших о войне». Татьяна Гнездилова, Олег Бумиструк, «Панорама». Продолжение следует...